На рынок мы идем за большим разнообразием и доступными ценами. Однако не все знают, что товары на прилавках часто не имеют документов, подтверждающих безопасность продукции. Так, в павильонах с детской одеждой санстанция постоянно находит нарушения. Отсутствуют сертификаты и удостоверение качества товара. За нарушения наказывают рублем. В среднем штраф составляет 7 базовых величин. За год было изъято из обращения 930 детских товаров, из которых большая часть – одежда. Основные замечания – это реализация товара без документов, подтверждающих качество и безопасность, а это свидетельство о государственной регистрации, сертификаты или декларации соответствия. И также отсутствие маркировки на товарах или маркировка на товарах, не соответствующие необходимым требованиям, а именно отсутствие информации на русском языке или необходимой информации в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза. Та же ситуация с парфюмерией и косметикой. При появлении в торговых рядах скидельского рынка специалистов Центра гигиены и эпидемиологии павильоны начинают резко закрываться, и наверняка не случайно. Здесь санстанция также проверяла наличие документов, описание товара на русском языке и срок годности. За 10 месяцев в торговых точках города было найдено огромное количество просроченной парфюмерии, а общая сумма штрафов составила более 21 миллиона рублей. Тем временем взрослая одежда, белье и некоторые другие товары пока могут продаваться без документов. В этом случае продавцы обязаны предупреждать клиента, что товар не сертифицирован. До 1 марта индивидуальным предпринимателям разрешено проводить реализацию остатков продукции, которые имели место быть по состоянию на 1 июля. Была сделана предпринимателями опись товаров, и эта опись зафиксирована в налоговой инспекции. Все продукции, которые введены в Республику Беларусь после 1 июля, на данную продукцию должны быть документы, подтверждающие безопасность. Тратить деньги на оформление документов и проведение лабораторных исследований не хотят и продавцы продуктов питания. Во всех торговых точках, где была проведена внеплановая проверка, были найдены нарушения. В основном отсутствовали документы на кофе. Главная причина, почему предприниматели нарушают закон – дорого, а значит невыгодно. Однако, как известно, скупой платит дважды. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.